Слежение на отзор за состоянием здоровья после прививки в современных условиях является единственным источником достоверных и доказательных данных о безопасности иммунизации. По данным формы 2 государственного статистического наблюдения за 15 лет число зарегистрированных случаев поствакцинальных осложнений в среднем снизилось более чем в 3 раза. Показатель на 100 тысяч населения составил в 2022 году 0,06, то есть менее одного случая на миллион сделанных прививок. И на фоне массовой противоэпидемической вакцинации против COVID-19 количество поствакцинальных осложнений существенно не возросло. Это может быть свидетельством того, что используемые вакцины действительно безопасны, либо учет поствакцинальных осложнений далеко не полный. В то же время, согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения, показатель эффективности надзора за побочными проявлениями после иммунизации должен составлять 10 и более случаев на 100 тысяч новорожденных в год. Следовательно, в России ежегодно должно регистрироваться минимум 130 случаев серьезных поствакцинальных осложнений. Как показывает статистическое наблюдение, в последние годы этот показатель намного ниже данного минимума. Так, в 2022 году зарегистрировано 90 случаев ПППИ. Анализ показывает, что имеются проблемы в регистрации в случаях побочных проявлений после иммунизации. В 2022 году из 47, то есть более чем из половины субъектов Федерации, не поступило ни одного сообщения о постфакциональных осложнениях. В случае осложнений после введения вакцин в рамках национального календаря прививок были зарегистрированы лишь в 35, то есть 40% субъектов Федерации. Возможно, небольшое число постфакциональных осложнений связано со снижением объемов прививок детям в условиях распространения COVID-19. При этом из 85 субъектов Федерации только из 8 поступили в 2022 году сообщения о серьезных побочных проявлениях после введения вакцин против COVID-19, несмотря на то, что по официальной информации вакцинация проводилась на всей территории страны. О проблемах в статистическом учете случаев постфакциональных осложнений говорят следующие факты. Практически в каждом пятом случае ПППИ материалы расследований в Роспотребнадзор не были направлены. Почти в третий случай в серьезных ПППИ донесений в Роспотребнадзор не направляли, но эти случаи были учтены в форме номер 2 Федерального статистического наблюдения. Так, например, в Иркутской области по форме 2 учтено 7 случаев ПППИ, но информации о Роспотребнадзор не поступило ни по одному из этих случаев. Напротив, информация о 28 случаях осложнений была прислана в Роспотребнадзор, но эти случаи не были учтены в форме 2. Например, 5 случаев в Нижегородской области не были учтены в форме 2. Наверное, следует напомнить, что согласно санитарному законодательству за своевременность и достоверность подачи сведений в Роспотребнадзор несет ответственность руководитель медицинской организации, где был выявлен случай осложнения. Что касается проведения расследования случаев серьезных ПППИ, то в 2022 году, как по вакцинам национального календаря, так и по ковидным вакцинам, более чем 20% случаев расследования не проводилось или информации о нем не поступало в Роспотребнадзор. А ведь расследование и оценку причинно-следственной связи между осложнением и вакцинацией совершенно необходимо проводить в случаях серьезных побочных проявлений, групповых побочных проявлений, подозрения на ошибку при проведении иммунизации, при регистрации серьезных состояний, вызванных неясной причиной, которые развелись в течение до 30 дней после вакцинации, либо при событиях, вызвавших серьезную озабоченность у родителей или общественности. Как и в прошлые годы, около половины случаев осложнений у детей произошли после вакцинации против туберкулеза, около 20% приведения АКДС или комплексных вакцин с АКДС-компонентом. Структура осложнений по вакцинным препаратам против COVID-19 отражала количество введенных доз в основном той или иной вакцины. В основном в 2022 году использовали гамковид-вак, поэтому большинство случаев побочных проявлений имели место после введения именно этой вакцины. Единичные случаи серьезных побочных проявлений зарегистрированы после введения вакцин «Спутник Лайт» и гамковид-вак М. В 2022 году среди осложнений на введение БЦЖ и БЦЖМ более 26% случаев составили лимфодениты, а 40% случаев – холодные абсцессы. Обращайте на себя внимание увеличение доли оститов с 22% до 32%. Структура по ППИ на введение БЦЖ и БЦЖМ свидетельствует о том, что большинство случаев осложнений, более 60%, обусловлено нарушением техники введения вакцины, подкожное вместо внутрикожного введения. Однако при расследовании ни в одном акте не указано на проведенную проверку техники введения вакцины данными отработникам. И причины осложнения, как правило, считают индивидуальные особенности прививаемого. В двух случаях остита этиология осложнения лабораторно не была подтверждена, что не позволяет исключить диагноз туберкулез. Почти половину осложнений на введение других вакцин национального календаря составляют постинъекционные абсцессы и инфильтраты, что может быть связано как с нарушением правил безопасного проведения инъекций, так и с местной аллергической реакцией на компоненты вакцин. Однако при расследовании не во всех актах указывается даже порядковый номер прививки данным препаратом, что не позволяет судить о наличии сенсибилизации к компонентам вакцины. Большинство случаев абсцессов связано с нарушением при проведении прививок и являются, по сути, постинъекционными, а не поствакциональными, что требует принятия корректирующих архилактических мер. Однако расследования таких случаев, как правило, проводят комиссии на уровне той же медицинской организации, где проводилась прививка, которые не заинтересованы в выявлении нарушений и не формулируют предложения по их профилактике. Особую тревогу вызывают случаи постинъекционного абсцесса подлопаточной области. Россия остается практически единственной страной в Европе, где АДС и монотоксин и коревую вакцину по инструкции следует вводить подкожно подлопатку. И вследствие этого у нас регистрируются такие тяжелые осложнения, как абсцесс или флегмоны подлопаточной области. Такие случаи имели место и в 2022 году, и, вероятно, будут зарегистрированы в 2023 году, в том числе в связи с проведением массовой подчищающей иммунизации против кори и дифтерии. В связи с этим требует незамедлительного изменения инструкции, КДС и монотоксина и живой коревой вакцины и корь содержащих комбинированных вакцин в цели исключения требований вводить препарат подкожно под лопатку. В структуре осложнений после введения ковидных вакцин в 2022 году 35% пришлось на аллергические заболевания, столько же на неврологические. Среди аллергических осложнений 40% составили случаи отека квинки, 60% – аллергические реакции в виде сыпи крапивницы. Зарегистрировано несколько случаев тромботических заболеваний, однако большинство из них признано несвязанными с вакцинацией. Существует несколько классификаций побочных проявлений после иммунизации, в частности по частоте развития и по тяжести клинических проявлений. По причинно-следственному признаку, по степени достоверности причинно-следственной связи, а также индивидуальный или групповой случай – кластер. Все перечисленное в полной мере отражено в методических рекомендациях по выявлению и расследованию профилактики побочных проявлений после иммунизации, утвержденных Минздравом России в 2019 году. Современная классификация ПППИ по причине возникновения отличается от действующей ранее. Группа ПППИ, связанных с действием вакцины, в настоящее время разделена на две. Первая – это обусловленная действием качественной вакцины, а вторая – обусловленная дефектом качества вакцины в результате нарушений, допущенных при производстве, включая устройство для введения вакцины, например, для вакцин, выпускаемых шприцами. В группе предотвратимых ПППИ относятся проявления, связанные с ошибками в иммунизации, вызванные неправильным обращением с вакциной, ошибками при введении и т.п. Впервые в особую группу выделены ПППИ, связанные с боязнью иммунизации, в частности, острой стрессорной реакции, вазовагальной реакции, особенно характерные для подростков и молодых взрослых. Как и ранее, в отдельную группу выделены проявления, не имеющие причинные связи с прививками, но совпавшие по времени с вакцинальным и поствакцинальным периодом. В 2022 году в качестве причины осложнения после введения вакцин национального календаря в 50% актов расследования указаны индивидуальные особенности прививаемого, в 20% случаев – нарушение техники инъекции, а в 16% причина не установлена. В 10% случаев диагноз побочного проявления был отменен. Структура причин осложнений после прививки против COVID-19 была иной. В 43% случаев – это индивидуальные особенности прививаемого. В 28% случаев сделан вывод об отсутствии причины следственной связи, и диагноз был отменен, хотя этот вывод был недостаточно подтвержден данными расследования, или акты расследования вообще не были представлены. Таким образом, даже поверхностный анализ установленных причин ПВО показывает, что современная классификация ВОЗ, хотя и была утверждена в методических рекомендациях Минздрава еще в 2019 году, до сих пор практически не применяется. К сожалению, в целом ряде актов заключение комиссии сводится в признание заболевания поствакцинальным осложнением, а не выяснение его причины. Тем самым не выполняется основная профилактическая задача мониториума ПППИ. В качестве примера можно привести следующий случай. Подросток 13 лет. Введена вакцина Данковид-Вак-М. Сразу после вакцинации отмечена слабость головокружения, невозможность сфокусировать взгляд. Поставлен диагноз побочный эффект при терапевтическом применении вакцины. Неуточненная. Диагноз поствакцинального осложнения отменен экспертом Совета Минздрава области. Следующий случай. Ребенок 10 лет. Вакцина Ультрец. Прививки проводили в средней школе. Через 5 минут отмечена резкая толстнота, головокружение, слабость в ногах, дрожь в теле и в конечностях. Диагноз при госпитализации. Аллергическая реакция на вакцину. Векитососудистая дистония. Хотя все признаки указывают на то, что это были примеры стрессорной реакции на проведение прививок. Анализ, проведенный нами в научно-методическом центре иммунопрофилактики Роспотребнадзора в 2022 году показал, что около 50% осложнений после введения вакцин БЦЖ и АКДС произошли при введении препаратов на исходе срока годности, что может свидетельствовать о нарушении условий хранения вакцин. При расследовании побочных проявлений особенно внимание должно быть уделено групповым случаям или кластерам. Согласно рекомендациям ВОЗ, кластер определяется как два или более случаев одного и того же побочного проявления, связанные по времени, место или введенной вакцине. Эти случаи могут быть нетяжелыми по клинике, однако при этом частота их может быть выше, чем ожидалось или указано в инструкции к вакцине. Подобные случаи также должны быть расследованы с целью выявления причин. Например, повышенная частота местных реакций после введения АКДС может указывать на замораживание вакцины при хранении. Например, в 2022 году были зарегистрированы следующие групповые случаи ПППИ. 22 ребенка 6 лет введена вакцина паротитно-кривая и красночная в Тименской области, в детском саду. На первые и вторые сутки отмечены реакции в виде гипертермии, сыпи и уплотнения в местах введения. У 6% изменение цвета кожи пальцев. Диагноз – аллергические реакции. При расследовании установлено, что это была аллергия на использование хлоргексидина для обработки места инъекции. Следующий групповой случай. 15 детей в возрасте 6-7 лет были вакцинированы в поликлинике вакцинами БЦЖ и БЦЖМ. В групповой случай зарегистрированы подкожные инфильтраты. На нарушение техники проведения прививки указывает факт развития ПППИ после введения разных вакцин в один и тот же день одним и тем же медицинским работникам. По характеру ПППИ наиболее вероятно подкожное введение вакцины вместо внутрикожного. Но вывод комиссии свидетельствует о том, что было нарушение холодовой цепи. Для вакцины БЦЖ и БЦЖМ замораживание не критично. К сожалению, вопрос обратной связи, информирование о количестве структуре постфакциональных осложнений не только населения, но прежде всего медицинских работников, решается пока недостаточно эффективно. Наш научно-методический центр иммунпрофилактики Роспотребнадзора на базе ЦНИ эпидемиологии в последние годы готовит ежегодные информационные письма. Однако, как я уже продемонстрировала, информация поступающего Роспотребнадзора о расследовании случаев ПППИ не является полной. Подводя итог, можно констатировать, что применяемые в рамках национального календаря прививок отечественной импортной вакцины безопасны. Число и характер серьезных случаев ПППИ после их введения намного меньше ожидаемого, исходя из инструкций производителя. Однако, большинство случаев осложнений связано с нарушениями при проведении прививок, что требует принятия корректирующих профилактических мер. Очевидна необходимость повышения качества надзора за ПППИ, для чего следует обеспечить совершенствование диагностики и полноту учета ПППИ, использование стандартных определений случаев, стандартной классификации случаев, применение стандартов расследования, в том числе групповых случаев, стандартов оценки причинно-следственной связи. Комиссионное расследование наиболее частых побочных проявлений, абсцессов, нужно проводить с привлечением внешних экспертов для выявления причин, связанных с нарушениями при проведении иммунизации. На постоянной основе нужно проводить специальное обучение медицинских сестер-вакцинаторов и организовать обучение членов экспертных иммунологических комиссий на субрегиональном уровне. Благодарю вас за внимание! Продолжение следует... Продолжение следует...